13 января в нашей стране отмечается День Российской Печати. Однако в Саратове профессиональные праздники журналисты решили отметить уже сегодня, 11 января. На почту редакции окрытого канала пришло приглашение на торжественную встречу с коллегами с пометкой «Вход свободен». Собственно, по этим двум причинам мы здесь. Многие профессиональные праздники отмечаются в преддверии, накануне. Мы тоже сочли это возможным, потому что, как правило, редакция в сам праздник отмечает его внутри коллектива. 13 января, это будет суббота, и все будут сами праздновать. В пятницу мы там будем субботу, да. Это как на свадьбу, три дня праздника. Поздравляем с Днем Российской Печати! Поздравляем! Почетник грамотный губернатор области награждается. Педагогу Амману Владимировичу поддерживает Руссо-голодительство «Свободные новости». Поздравляем! Скажи, что подарили, что написали в грамоте. Выражаем благодарность за добросовестный труд и высокий профессионализм в работе. Что тебе еще подарили? Цветок? Да, я его, правда, передарил уже. Скажи, о самом черном своем дне в профессии журналистики, что самое страшное? Когда мы приехали на пожар, где было четыре трупа, и эти трупы при нас как раз выбрасывали. С журналистами всегда удается найти общий язык? Я стараюсь всегда это делать. Ситуации бывают разные. В каких ситуациях не получается? Когда журналисты пытаются развивать какие-то темы негативного плана. Для чего это делать? Для чего негатив плодить и развивать? Помните какой-нибудь забавный случай, когда вы были начальником прислушивания? Шел проливной дождь. Нам пришлось натягивать скатерть для того, чтобы дождь не залил камеру. Ковер с самолетом над головой у вас был? Над камерой. Не над нами, а над камерой. Я хочу, чтобы ты сделал предложение. Я хочу, чтобы он тебе сделал предложение. Какое? Не знаю. Делайте какое-нибудь предложение. Я обязательно подумаю, обязательно сделаю. Я слышала, что журналисты любят выпить. Это правда? Про меня? Неправда. А про всех остальных журналистов? По-разному. Любят. А как часто выпивают? В этом году вообще почти не выпивали. Раньше у нас был очень высокий градус во всех редакциях, а сейчас стоит куда-то на выезд отправиться. Если кто-то ставит водку, то обычно ее никто не пьет. Денис Фадееву привет. Он молодец. Он предложил вино шампанское. Мы с удовольствием выпили и в таком приподнятом настроении отписали новости и отправились. Это был давно. И неправда. Как вы видите, столы уже пустые, но люди не уходят, люди пьют. Юлия Нестеренко, Александр Ветров, Открытый канал. Ура! Юлия Нестеренко, Александр Ветров, Открытый канал. Ура! Продолжение следует...